Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня». В студии работает Ларина Сухуева за режиссёрским пультом Мария Новгородова и Ольга Степанова. На календаре 9 декабря-четверг, и сегодня мы посвятим 45 минут нашей программы, как мне кажется, очень интересной теме, а точнее темам. Мы поговорим о психосоматике, что это такое и как с этим бороться, а после пообщаемся с офтальмологом из Сербии, который сейчас работает в Якутской офтальмологической больнице. Так что, если у вас есть вопросы нашим гостям, психотерапевту и офтальмологу, смело звоните нам в студию и задавайте их. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний 320066 и 321166. Также вы можете спрашивать нас по WhatsApp номеру 8 411 232 0066. Как-то известный психолог, профессор Юрий Орлов сказал, что если мыслить правильно, культивировать хорошие эмоции и бороться с плохими, то можно предотвратить множество заболеваний. Так ли это? На этот вопрос сегодня нам ответит врач-психиатр, психотерапевт Якутского республиканского психоневрологического диспансера Галина Золкина. Добрый день, Галина Валерьевна. Добрый день. Для начала давайте объясним нашим радиослушателям и телезрителям, что такое психосоматика. Это о том, что всё идёт из головы или иначе как-то? Значит, психосоматика – это такое состояние, когда всё, что рождается в голове, все наши стрессы, они отражаются в теле. То есть вот есть такая теория, которая раньше была, ну, немножко, может быть, очень абсурдной, может быть, какой-то сложной. И медицина такая вот стандартная, её не признавала, да? Ну, это идёт уже с очень давних лет, это, наверное, с начала 20-го года, значит, был такой учёный, психоаналитик, австрийский, американский Вильгельм Райх, который говорил, что тело и мысли едины, душа. То есть вот это был очень великий учёный, это был последователь Зигмунда Фрейда, и он выдвинул такую теорию. И с того времени он вёл такое интересное направление психотерапии, как телесно-ориентированная психотерапия, которая вот занимается лечением психосоматических расстройств, лечением тела именно через разум. Получается, что если человек испытывает злость, обиду или жадность, то эти чувства могут вызвать физические заболевания или нет? Конечно, могут. Ну, если объяснить вот так простым каким-то, я вот готовилась к этому эфиру и хотела донести это простым языком, да? Вот представьте себе, что первобытный человек, да? Он идёт к жене, к детям, к пещеру свою, и видит навстречу идёт лев. Значит, что бы сделал первобытный человек, как вы думаете? Ну, он бы стал бы обороняться. Он бы взял оружие, убил бы льва и пошёл бы к своей жене, детям, спокойный и счастливый. А что бы сделал наш современный человек? Испугался бы. Он бы, может быть, испугался, а может быть, начал бы думать, рассуждать. Зачем этот лев встретился на моём пути? Почему он не отошёл в сторону там? Почему он пошёл другой дорогой? То есть мы научились мыслить, анализировать, да? И, значит, ну, в это время в нашем теле образуется очень много стресса, очень много страха. А стресс от мыслей? Да. Он же его боится, но не умеет выразить агрессию. И поэтому вот из-за этого порождается стресс. То есть вот если объяснить вот так очень коротко, то, например, стресс, значит, наша физиологическая физиология, она длится из четырёх фаз. Первая фаза – это расслабление. Вот, ну, например, если мы возьмём человека, который бежит короткую дистанцию. Это спринтер, да? Вот, первая фаза – расслабление. Он расслаблен. У него когда-то скоро там соревнования. Потом вторая фаза – это уже фаза, значит, он тревожности. Он начинает предчувствовать, что у него там что-то произойдёт, скоро соревнования. Он начинает к мобилизации готовиться. Мандраж ещё говорят. Да, да. Потом следующая фаза – напряжение идёт. Это вот он мобилизует все свои возможности, все свои силы, да? И четвёртая фаза – это фаза активности, которая выбрасывает, и он бежит короткую дистанцию. После этого должна наступить фаза расслабления обязательно. А у нас современный человек, что он делает? Он всё время в гонке. Он же не может… Он сто работ имеет. Он не может расслабиться. То есть после этих фаз он не умеет расслабляться? Да. Нет. Он просто не умеет расслабляться, да. И поэтому фазы, вот как тот охотник, он же должен прийти к жене, расслабиться и отдыхать, да? А наш человек современный, он накопил этот стресс, вогнал его в своё тело и домой пришёл, и не смог расслабиться, потому что он не выпустил этот стресс. Вот. И он засел, и дальше идут уже вот эти химические реакции, парасимпатическая, симпатическая нервная система срабатывает. Сужение сосудов, возникает там мобилизация организма, отсюда идёт стресс, отсюда идёт повышение давления, сужение сосудов, кровизненности сосудов. Человек может таким образом заработать гипертонию. Ну, говорят же, все болезни от нервов. Это, наверное, из этой же истории, да? Ну вот, я вот вам пытаюсь про это вот и рассказать, да? А если человек жалуется, вот жалуется каждый день, у него сегодня болит сердце, завтра голова, на следующий день колени, допустим, это тоже психосоматика. Ну вот смотрите, если идёт напряжение, да, которое идёт без расслабления, то напряжение, оно же идёт не в каком-то одном органе. Оно идёт вот в разных частях нашего тела. И вот если болит мизинец, то он же не может отдельно болеть, один мизинец. Он же болит, вся рука же болит. И вообще задействуется всё тело, да? То есть все мышцы понемножку начинают спазмироваться. И отсюда уже возникает напряжение, когда идёт спазмирование. А что такое напряжение? Это значит боль. И вот отсюда, если человек постоянно, хронически, годами испытывает это напряжение, то возникают хронические заболевания, рано или поздно. А чаще всего, когда человек испытывает стресс, напряжение, да, вот какие болезни возникают? Вот всякие разные. Это гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Это все аллергические заболевания, все экземы. Они, ну, смотря какой мишень поражается, орган тела, да? У каждого человека есть свой слабый орган. И, ну, какой-то предрасположенный генетически, да? И именно этот орган, в принципе, может в первую очередь, да. Как вы диагностируете психосоматику? Как происходит это? Как это понять, что вот у человека психосоматика, а не настоящая болезнь? Ну, человек приходит к психосоматике, с психосоматическими симптомами, он же приходит к врачам-терапевтам. Изначально? Изначально, да. Он жалуется, ему уже ставят диагноз, да? И, скорее всего, все-таки врачи-терапевты уже отправляют психологам, психиатрам, да? И когда, ну, приходит человек на прием и видит, и рассказывает вот это, все вот эти свои симптомы, ну, если у него нет психоза, психоз, это же ведь, когда у него там уже галлюцинаторное переживание, когда идет такое серьезное психическое расстройство, ну, тогда это уже психоз, да? А когда все, в общем-то, без психоза протекающее, то это может быть и психосоматика. А вообще в вашей практике как много было людей, которые к вам обращались, вот, и у них был случай именно психосоматический? Очень много люди приходят, у них болят колени, у них болит голова, ну, это вот, у них гипертоническая болезнь. Если у человека, такие профессии у людей, как вот спасатели, такие, которые полиция, да, которые связаны с такими пожарные, да, которые, руководители, руководители, да, которые не могут, которые постоянно в стрессе. Да, учителям в настоящее время, в настоящее время учителям очень сложно, врачам, да, вот все такие профессии, которые постоянно в стрессе, мы как бы, ну, лично я сразу обращаю внимание, психосоматика. Как вы относитесь к трудам Луизы Хэй и других писателей, издающих книги по психосоматике? Нет, ну, я к ним отношусь совершенно положительно, потому что вот тот же самый Вильгельм Райх, который жил еще до Луизы Хэй, он как раз это и, как бы, это и культивировал, в том, что есть в нашем организме блоки, которые, ну, которые, их семь, да, но я там не буду их, там, подробно перечислять, да, грудной, там, диафрагмальный, там, какой еще, там, область живота, да, колени, да, и вот, судя по, а, челюстной блок, ага, то есть, вот, судя по всем этим блокам, и возникают какие-то расстройства. Вот, вот, он считал, что самый, самый, тот блок, который невозможно убрать, это вот диафрагмальный блок, который отвечает за социальные страхи, то есть, вот, человек боится быть такой, какой он есть на самом деле. Коммуникативные навыки не развиты, наверное. Нет, мы, обычно мы живем так, как хочет видеть нас общество, да, вот, все проблемы человека вообще в том, что он живет часто же не своей жизнью, он живет так, как хочет видеть его общество. Да, да. А не так, как он хочет жить сам. И поэтому, вот, психическое здоровье, оно, вот, именно в том, чтобы быть и с обществом в мире, в ладу, и с собой тоже. То есть, вот, понимать свои теневые стороны и понимать свою, вот, и у нас есть тень, а есть персона, да. Да, персона – это то, как мы воспринимаем, ну, себя миру, показываем, да, это то, какие мы, как мы улыбаемся, какие мы вежливые. То есть, визуальная часть. Да, как мы соглашаемся со всем, как мы себя ведем в обществе. А есть тень, это наши теневые качества, это то, что мы не показываем обществу никогда, да. Это наша, вот, персона – это наша маска, то есть, это, вот, мы ее практически же не снимаем, мы ее, наверное… В каждой ситуации своя маска. Да, да, и вообще, вот, есть такой очень, очень такой важный вопрос, если человеку задать такой вопрос, а с кем ты без маски? Вот это очень важный вопрос. И как он интересно ответит на это, да. Сейчас, дорогие друзья, мы уходим на короткую рекламную паузу, после мы вернемся в студию и продолжим говорить. Добрый день, дорогие друзья. Программа «Якутск. Сегодня» продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить о психосоматике с врачом-психиатром, психотерапевтом Галиной Золкиной. Мы работаем, как всегда, в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию и задавайте вопросы нашему гостю. Телефон студии «Прежний» 32 0066 32 1166. И у нас работает WhatsApp номер 8 4 11 232 0066. Галина Валерьевна, давайте продолжим тему масок. Вот маски. Мы остановились на том, что вот у каждого человека должен быть хотя бы один человек, когда он без маски. Потому что это очень важно. Потому что это дает человеку быть истинным самим собой. То есть когда хотя бы он дома, отдельно. Да, потому что очень многие люди, они даже с мужьями, нет, я имею в виду про человека, вот именно в семье, допустим, да, они даже с мужьями или с жеными носят маски. Они здесь даже не истинные «я». И тогда, ну что возникает? Ну вот это брендирование личности в настоящем обществе, да? Человек просто одел на себя маску и совершенно не понимает, чего он хочет на самом деле и вообще, какой он истинный «я». И, ну, это, наверное, очень страшно. Потому что все наши чувства и желания, они все подавлены, да? Они всем внутри нас, и они все приводят к стрессу. А человек это понимает, что он носит маску? Ну, наверное, нет. Да, я думаю, что он не понимает. Иногда даже не понимает, потому что... А как разобраться в этом самостоятельно? А можно прочитать это в интернете. Психологические роли. Есть вот такие... Ну, пускай откроют в интернете, посмотрят, что такое маска, что такое персона, что такое тень. Это все как бы есть в интернете, и в этом нет ничего такого секретного. Ну, то есть, возвращаясь к нашей теме, вот эти все маски, они заставляют жить нас в напряжении, в стрессе, что приводит как раз-таки к реальным проливаниям. Посмотрите, именно тень, она помогает нам выжить. Именно в тени, в тени, да, есть вот наши сильные качества. И люди должны знать свою тень. Они должны знать свои сильные стороны. И они же ведь даже себе иногда боятся признаться, боятся в своих чувствах признаться самому себе. Потому что они боятся... Ну, а уж сказать в обществе, так это вообще, наверное, страшно. Они боятся, что меня признают сумасшедшим там или что-то еще, да? Ну, вот человек должен однозначно знать свою тень. Тогда он будет знать, на что он способен и какие у него ресурсы. Немножко как-то вот напомнило мне, вот вы говорите о тени и сразу о шизофрении, расщеплении личности. Немножко из другого пера. Это совсем другое. Конечно, это совсем другое. Ага. Ну, возвращаясь к нашей теме, встречается ли психосоматика у детей? И как она вот проявляется, если встречается? Ну, давайте вспомним, что такое ребенок, кто такой ребенок. Вот все мы люди, да, и все мы нуждаемся в любви, заботе. Это то, в чем мы нуждаемся в первую очередь. И вот представьте себе, что родители работают, что они заняты. Они заняты собой, они заняты карьерой, они заняты работой. Они приходят в 8-9 часов. Ребенок в садике постоянно. А в садике это как? Это надо быть хорошим, надо быть примерным, надо быть... Девочки не должны обижать мальчиков, мальчики должны не плакать. И вот он постоянно в стрессе. Потому что на надо же живут дети уже после трех лет. До года ребенку разрешено все. Он плачет, когда ему плохо. Он смеется, когда ему хорошо. А в садике уже все, начинается воспитание. Надо, правильно? Надо, действительно. Да, надо. И вот опять-таки, как у взрослых же это происходит. Опять-таки идут все стрессы. А стресс это что? Это частые заболевания. Ладно, частые заболевания. А когда человек болеет, родители обращают внимание на детей. А это значит что? Это значит более-большее проявление любви, заботы, внимания. Потому что, ну, заболел же ты. Я, значит, я поглажу тебя, я тебя обниму. Я тебя... Ну, я на работу не пойду. Дети этим пользуются. Да, и они начинают сначала этим пользоваться, а потом это входит в привычный, и это запускает психосоматические расстройства. То есть, все от нехватки любви. Все от нехватки любви. Если ребенок будет чувствовать, что его любят и здорового, и больного одинаково, то и болеть будут меньше наши дети. Надо просто обнимать своих детей и дарить им внимание. Если ребенок, например, с утра не хочет идти в садик или в школу, да, вот родителю как понять, на самом деле это или нет? Ну, наверное, это надо смотреть более внимательным каким-то родительским взглядом, да. Но иногда, может быть, и стоит оставить ребенка и дома. Если он... Вы видите, что он устал, что он там на пределе каких-то своих сил, это все так, наверное, родитель должен сердцем чувствовать, да. Ну, и знать своего ребенка. Да, знать своего ребенка и давать им какой-то тайм-аут. Ну да, я согласна с вами. А по поводу психосоматики у пожилых людей, вот как это проявляется? Тоже, наверное, они хотят внимания. Пожилые люди, они все хотят внимания, все, и взрослые, и дети, и пожилые. Но в пожилом возрасте все-таки как бы идет заострение личностных черт человека, да. Вот если человек был тревожным, у него все личностные качества усиливаются, да. Он становится супертревожным. Если он был жадным, то он становится скрягой, да. Вот все вот такие личностные... Активируются, как бы усиливаются. И потом, опять-таки, человек перестает работать, да. Он все свои желания, все свои какие-то амбиции, ну, уже нету, да. Он уже дома, он уже вот только в семье. Чувствуя себя ненужным. Да, и вот он в семье, опять-таки, просит заботы, внимания и чувствовать себя важным, нужным, потому что он же на работе, он же чувствовал себя важным, нужным, а здесь дома. Мне кажется, надо пожилым людям чувствовать, давайте, что они важны, что они нужны, ну, там, давать им возможность приготовить, там, убрать. Сделать что-то полезное. Да, что-то полезное. Так, у нас есть один WhatsApp-вопрос. Я думаю, что он немножечко не по теме, но я его все-таки задам, да. Добрый день. Мой зять относится к такой категории. Воспитал одинокая женщина, он террор, заходит в дом и сразу начинает терроризировать. К такому человеку кому обратиться? Даже мама, дети, тетя, жена боятся его. Вот такой вот агрессивный, значит, человек. Ну, терроризировать, террор бывает разным, да? Если он начинает терроризировать как-то физически, то, конечно, это недопустимо. Никому недопустимо бить человека, оскорблять человека, да? Всегда есть какие-то рамки. Ну, может быть, здесь надо действительно, если, смотря какая степень, правильно, если он терроризирует физически, то он, может быть, обратится в полицию. Ну, для начала в полицию. Для начала. Ну, во-первых, а во-вторых, здесь же вот зять. Всё-таки здесь больше, наверное, проблема жена-муж, да, должны быть, да. И здесь вот надо вот в этом ключе. А звонит, обратилась вот всё-таки свекровь, которая, если живёт с ними, то она, я так понимаю, что она понимает, что происходит на самом деле. Ну, тогда надо как-то сообща на семейном совете решать. Может, у человека гипертоническая болезнь, он приходит с работы, он раздражённый, нервный, уставший, да? А может, он выпивает. Ну, я вот этих нюансов не знаю. И если человек часто выпивает, он может стресс так проявлять, правильно? Кому обратиться вот в первую очередь? Ну, прежде всего, к неврологу, я думаю. Угу. Терапевту. Хорошо, ну, давайте мы приступим, продолжим нашу тему, да? А вот что можно сделать человеку самостоятельно, чтобы вот негативные эмоции не переродились в болезнь? Может быть, есть какие-то специальные тесты или упражнения? Угу. Вот помните, я вам говорила про то, что расслабление, оно самое главное, да? И поэтому надо учиться, во-первых, расслаблению. Ну, наверное, не, во-первых, расслаблению. Во-вторых, надо, в-первых, надо понимать свои чувства. Вот все наши чувства, они же в теле. Они задерживаются и блокируются в теле, вызывая у нас напряжение, правильно? То есть для начала надо понять, что ты эти чувства испытываешь. Вот надо понять то, что в реальности, и то, что в тебе есть. Да? Вот у меня еще сколько времени? У вас еще больше пяти минут. Ага. Значит, и вот надо понять, и, ну, если вот человек, если человек чувствует злость, да, то как можно выплеснуть злость? Как? Можно постучать ногами, ну, когда нет никого. Пойти в лес и покричать. Покричать, да. Порвать бумагу, потопать, побить грушу, да? Да, да, да. Вот, то есть выплеснуть этот стресс. Если он, например, чувствует напряжение в теле, например, вот пришел, вот плечи напряжены, устали плечи, ну, возьми, сделай вот такой вдох, расслабься, почувствуй, как груз с плеч снимается, да? Когда чувствует напряжение в руках, ну, попробуй ими потрясти. Чувствуешь напряжение в ногах? Попробуй погладить свои ноги. То есть какая-то разница? Потрясти ногами, да. Почувствуй свое тело вообще. Пойми, что оно у тебя вообще одно, и другого тела у тебя не будет. Полюби свое тело истинно. Вот тогда, я думаю, когда человек подружится со своим телом, тогда у него будет гораздо все лучше, он будет себя чувствовать. И вот я хотела книжку сегодня показать. Вот эта книжка, она очень хорошая, я ее очень люблю. Это есть такой ученый, Баскаков Владимир. Он в настоящее время живет в Москве. И вот он написал такую книгу. И здесь очень, всего 10 методов расслабления, да? То есть она написана очень доступным языком. Ее, кажется, нужно прочитать всем людям, чтобы понять вообще, откуда берутся стрессы. Даже неважно, у кого есть психозомантика или нет, прочитать обязательно все. Да, чтобы ее не было, чтобы ее предотвратить. Как профилактика. Да, как профилактика. Галина Валерьевна, я еще слышала такое понятие, как психогигиена. Что это такое? И чем она может помочь в этом вопросе? Ну, психогигиена. Это, во-первых, тоже, опять-таки, это расслабление. Это спать ложиться вовремя, потому что расслабление – это живет сон. Потом, опять-таки, думать о своем теле, заботиться о нем. Вот если ты устал, ну пойди, прими ванну. Сходи на массаж. Удели, вот есть очень хорошее упражнение – забота о своем теле. Оно, значит, вот можно так сказать, что надо каждый день уделять три каких-то, три внимания себе. Три каких-то дела себе, лично себе, никому-то. Для себя, да? Для себя. Что ты можешь сегодня сделать для себя три раза? То есть какие-то списки себе нужно составлять каждое утро, да? И каждое утро выполнять для себя. Тогда жизнь наладится и будет проще. Что ж, огромное спасибо вам, Галина Валерьевна, за интересный разговор. Я думаю, что нашим телезрителям и слушателям было полезно. Поступают, вот, кстати говоря, вопросы, но не успеваем ответить. Сейчас уходим на короткую рекламную паузу. Добрый день. Программа «Якутск. Сегодня» продолжает свою работу. И сейчас я вам, как обещала, хочу познакомить вас с молодым перспективным офтальмологом, который прибыл в Якутск из Сербии. Зовут его Стефан Георгиев. Он прекрасно говорит по-русски. Стефан, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть у нас в студии. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний, 32 0066, 32166. У нас работает WhatsApp номер 8411-232-0066. Если у вас есть какие-то вопросы офтальмологу по вопросам глаз, болезни глаз, вы можете смело задавать. Итак, Стефан, как вы выбрали для себя профессию врача-офтальмолога? Вы знаете, когда я ещё был маленьким, я пришёл к папе на работу, а он у меня офтальмолог. Да. И я увидел тогда всё оборудование, которое было офтальмологическое. На тот момент оно тоже было космическим, и мне казалось, что это всё чем-то нереально футуристичным и чем-то таким, к чему стоит стремиться. И мне хотелось понимать это, что происходит вообще, и что я здесь должен увидеть, и для чего это нужно. И меня всё время к этому тянуло. После этого я как закончил школу, поступил в медицинский институт, и уже с третьего курса я знал, что хочу быть офтальмологом. А где вы получили образование? Вы прекрасно говорите по-русски. Да, я учился в России, в Москве. Я закончил первый медицинский университет имени Сеченова и прошёл ординатуру вне глазных болезней. Отец у вас в Сербии живёт? Отец живёт в Москве сейчас и работает там. А, то есть, получается, семья переехала в Москву, в Россию. А вообще, как сложно было вам изучать русский язык? Вообще, вот этот процесс изучения. Как долго длился? Сложен ли он был? Для меня был абсолютно несложным, поскольку у меня мама была русская, и как бы поэтому для меня русский язык почти родной. То есть, в семье вы по-русски разговаривали? И по-русски, и по-сербски, то есть... Ага, по-сербски. Вот что-нибудь можете сказать нам для наших слушателей, телезрителей? Якутск сегодня, вот как это будет звучать по-сербски? Данас-Якутск. Данас — это сегодня? Да. А здравствуйте? Добрый Дан. Ну, это славянский язык. Да, славянский язык очень похож на русский, и поэтому как бы для меня и сложностей не было для того, чтобы говорить по-русски. А вообще, как началась ваша трудовая деятельность? Вот вы отучились в Москве, да, в медицинском университете. С третьего курса вы уже знали, что будете офтальмологом. Вот первая ваша работа, может быть, вы помните своих первых пациентов. Где это случилось? В Москве? Ну, если говорить именно о баланторном приёме, то да, это были первые пациенты в Москве. Я думаю, что считать своими пациентов можно было только, скажем, в ординатуре уже. И после этого я постоянно дежурил в приёмном отделении, и было огромное количество пациентов с травмами глаз, которые тоже приходилось принимать и лечить, оказывать им помощь. Ну, и как-то вот так вот. После этого я закончил курсы в Беларуси по факоэмсификации катаракты в Минске. И уже поступил в аспирантуру вне глазных болезней. У меня научный руководитель, академик Сергей Эдуардович Аветисов. И сейчас я параллельно учусь в аспирантуре в Москве. И здесь вот работаю хирургом. А как долго длится ваша уже врачебная деятельность? Вы молодой. Сколько лет вы уже врачуете? Два года. Два года. Почему Якутск? Здесь есть очень интересный формат работы. То есть есть выездные командировки, в УСы, где врач оказывается один на один практически с тем... С больным. С больным, да. И должен сам решать проблемы, осложнения, которые происходят. То есть в других регионах такого нет? В других регионах такое мало, скажем, практикуется. Все-таки здесь очень большая территориальная единица. Это, скажем, самая большая территориальная единица в России прямо, да. И получается практически одна офтальмологическая больница на всю республику. А как давно вы в Якутии? В Якутии я три недели. А, совсем недавно. Да, я совсем недавно. Я пока еще в шоке от якутских морозов. Это еще не холодно. Да, да, и каждый, с кем я разговариваю, это говорю, мне говорят, что нет, еще не холодно, и все еще очень тепло. Как надолго вы приехали сюда? Пока на неопределенный срок. Я думаю, что мне здесь все нравится, и я пока уезжать отсюда не планирую. Но вы мечтаете выезжать за пределы города. Может быть, уже удавалось куда-то выехать за эти три недели? Пока, учитывая то, что у меня сейчас идет утверждение темы в Москве, и плюс я готовлю сейчас докладную конференцию в Беларуси, и завтра вот как раз будет конференция. То есть вы пока не выездной, да? Я пока просто не успеваю все это сделать. У меня, получается, очень много дел, и кроме этого еще работа, и приходится еще в Москву ездить. Как приняли якутские коллеги вас? Якутские коллеги меня приняли замечательно. Я очень рад, что у нас такой хороший коллектив дружный. Мне очень приятно, что все такие добрые, душевные люди. Вообще, несмотря на то, какие здесь крепкие и сильные морозы, здесь очень добродушные и милые люди. Да, это чтобы баланс был. Да. Какие операции вы выполняете? Я сейчас выполняю факт массификации катаракты. То есть это катаракты с имплантацией хрусталиков. Интравитриальное введение препаратов. Это при возрастной макулярной дегенерации делают уколчики внутрь глаза, которые позволяют восстановить зрение. Глаукому, наверное. Глаукому, конечно, да. Вообще, вы, может быть, заметили за это время, что у большинства якутян плохое зрение. Есть такое замечание? Или вы от меня в первый раз это слышите? У большинства якутян плохое зрение. Я думаю, что не совсем правильно сказать. Но всё-таки, учитывая то, что большинство якутян имеют гиперметропичные глаза... Это что значит? Это значит то, что глаз короткий. То есть глаз короче, чем в норме. И имеет плюсовую рефракцию. То есть... Предрасположенность дальней зоркости. Да. Значит, то, что в возрасте после 40 лет, когда уже мышцы, которые управляют аккомодацией, они становятся более слабыми, хрусталик становится более жёстким, не хватает уже вот этой силы для того, чтобы фокусироваться. Это чисто вот такая национальная черта, да, получается? Ну, она не совсем только национальная. Ну, и плюс здесь ещё из-за этих же особенностей очень много галукомы закрытоугольной. Это очень тяжёлая патология. И она необходима... Необходима её правильная диагностика и ранняя постановка диагноза. Стефан, у нас появился вопрос по WhatsApp-номеру. Добрый вечер. Подходит ли якутянам японские глазные капли и витамины? Вы, кстати, слышали, да, про японские глазные капли и витамины, которые у нас в Якутске очень популярны. Честно говоря, нужно смотреть, какие действующие вещества в этих препаратах. Самое главное не то, какой фирмы-производитель эти капли. А составные. А что в этом составе имеется, да. И если вам ваш лечащий врач рекомендует капли, в которых есть действующее вещество, которое есть в этих японских каплях, то почему бы и нет? Я думаю, что никаких проблем нет с этим. А вообще многим, наверное, офтальмологам задают вопрос, как остановить прогрессирование близорукости. Потому что много детей сейчас с гаджетами, буквально с компьютерами не расстаются, соответственно, как результат плохое зрение. Что вы можете посоветовать? Может быть, у вас есть какая-то сербская рекомендация? Вы знаете, считается то, что миопизация в детстве, она стимулируется тем, что происходит большая часть работы на близком расстоянии. Ну, то есть все сидят в телефонах, смотрят там, читают книжки, играют в игрушки. Это всё происходит очень близко. Поэтому я бы рекомендовал детям заниматься более активными видами спорта. Чтобы было вот такая вот и близко, и далеко смотреть. И близко, и далеко смотреть. И наиболее хороший спорт в этом плане – это теннис и бадминтон. У нас с коллегами есть даже совместная работа на тему влияния бадминтона на рефракцию. И бадминтон оказывает достаточно хорошие результаты. Так что я бы советовал детям заниматься бадминтоном. Как ни странно. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. У меня вопрос к Стефану. Это в зоне инвалид первой группы по зрению. Абсолютно слепой человек. Я хотел бы спросить. Глоукома, направление для научной работы я хочу. Глоукома – это сосудистые заболевания. И у нас сильные морозы, заходить в тёплое помещение, сильно тёплое, потом в тёплое помещение резко выходить в холодной погоду с ветром ещё. Это, наверное, влияет на сосуды, потому что глазные сосуды очень тонкие. И второй вопрос. Я ослеп после того, у меня единственный глаз был, после того, как сделал пересадку донорской роговицы в Москве. Умолюгин меня сделал. И вот через два года у меня абсолютно слепота наступила. Это, по-моему, пересадка донорской роговицы вообще неэффективна, мне кажется. Как вы думаете? Спасибо вам за звонок. Стефан, что вы можете сказать по поводу перепадов температуры и влияния на сосуды? Глоукома – это хроническое нейродегенеративное заболевание. То есть происходит постоянное повреждение нервов, нервных волокон сетчатки и зрительного нерва. Это происходит на фоне повышения внутриглазного давления. То есть внутри глаза повышается внутриглазное давление. Оно может повышаться по ряду факторов. Либо может происходить нарушение оттока, либо гиперпродукция внутриглазной жидкости, либо еще какие-то другие причины. И получается то, что вот эта жидкость внутриглаза, она давит на зрительный нерв, который выходит из глаза. И есть такое образование, как решетчатая пластинка, через которую, как через решетку, проходит волокно зрительного нерва. В момент, когда повышается внутриглазное давление, эти нервы просто ломаются об нее. А температура-то играет здесь какой-то роль или нет? Перепады вот наши? Перепады температуры здесь не так влияют. Здесь гораздо важнее, чтобы пациент закапывал капли. И когда ему говорят капать капли, он должен их капать. И это очень важно. Что ж, огромное спасибо, Стефан. К сожалению, не успеваем ответить на второй вопрос. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»